Делаем легкий вечерний макияж. Пытаюсь вытряхнуть последние капли с онза защитного крема. Дальше по стандарту увлажняю губы. Намешиваю необходимый оттенок из двух разных консилеров. Для равномерного распределения переношу с руки на лицо с помощью влажного спонжа. Замазываю свои синяки. Для бровей я использую карандаш для прорисовки кончиков, цветной гель для прокрашивания волосков и прозрачный гель для придания формы. Переходим к глазам. Светлый оттенок теней наношу на внутренний уголок. Темный оттенок на внешний уголок и вытягиваем к виску. Тот же светлый на нижний века. Светлые блестки на внутренний уголок. Темные блестки на центр подвижного века. Использую тени для бровей в качестве подводки. Прорисовываем линию роста ресниц сверху и снизу, а также вытягиваем стрелку. Далее черная тушь. Прозрачную пудру на щеке для дальнейшего использования сухих продуктов. С помощью моего помотанного в жизни скульптора рисуем скулы. Далее совсем немного румян, чтобы придать свежести. Наношу хайлайтер на выступающую часть скул, нос, верхнюю губы и подбородок. Убираю излишки вазелина с губ. Прорисовываю контур карандашом. Далее бледная помада лилового оттенка. И сверху тинк цвета винограда. Макияж готов, теперь займемся волосами. Делаем пробор посередине и отделяем часть волос, как это сделала я. Основную часть завязываем в высокий тугой хвост. Передние пряди аккуратно зачесываем за уши и заводим назад. И завязываем их снизу маленькой резинкой. Под хвостом ничего не видно, поэтому можно оставить так. Но если хотите, можете заколоть невидимкой. Не броски, но эффектный вечерний образ готов. Спасибо за просмотр.